Добрый день дорогие наши телезрители на часах ровно 13.00. Это значит, что в эфире Краевой телекомпании пятничный выпуск программы «Полдень». Новости, события, факты, гости в нашей студии. Все это ждет вас в ближайший час. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Александр Бакалюк. И мы начинаем. Что ж, на календаре 20 октября. И долгожданный конец рабочей недели. Пятница. Прекрасная пора. А чья очарование? Именно эта фраза и стихотворение Александра Сергеевича Пушкина приходят в голову, выглядывая из окна. Кстати, посмотрите. Чудесная октябрьская погода решила побаловать ставропольцев в ближайшие пару дней. Так что не засиживайтесь дома или в офисах. Отправляйтесь гулять и наслаждаться свежим воздухом. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все авиадиспетчеры мира. Безопасность пассажиров самолетов находится в руках не только пилотов в небе, но и этих людей на земле. На них возложена большая ответственность, ведь именно они упорядочивают небесное движение. А в особых ситуациях, если, конечно, такие случаются, оказывают экипажу лайнера необходимую помощь. В России же сегодня отмечают День военного связиста. Он установлен в 2006 году указом президента. Главная цель этого праздника – возрождение и развитие воинских традиций. И сейчас немного об истории. 20 октября 1714 года царь Петр I издал указ о запрете строительства каменных домов по всей России, кроме столицы – Санкт-Петербурга. В городе Наневе строго предписывалось возведение исключительно каменных зданий. После принятия закона строительство таких домов стало строго караться. Легким розчерком пера царя оставил без работы тысячи каменщиков по всей стране. Согласитесь, в наше время этот закон кажется даже немного нелепым, ведь мы живем именно в каменных джунглях. Теперь к новостям по Ставрополю со скоростью в несколько сот мегабитов в секунду. Высокороскоростной интернет проходит даже в самые отдаленные уголки края. Таким образом успешно реализуется федеральная программа по устранению цифрового неравенства. Александр Григоров вышел в сеть вместе с селянами. Wi-Fi для них уже не роскошь. Семья Кириченко стала первой в серии Крымгиреевскому, у которой появился высокоскоростной интернет. Пока его больше используют не для развлечения, а для просвещения. Людмиле, учительница начальных классов, он теперь помогает лучше готовиться к работе. Много очень по уроку можно информацию дополнительную, не где-то искать в литературе, а сел, забил и быстренько тебе уже вся информация. То есть меньше времени ты затрачиваешь на подготовку урока с интернетом, чем раньше искали мы по книгам. Не прочь покорить всемирную паутину и старший член семьи Раиса Федоровна. Помочь освоиться в соцсетях, ставить лайки, добавлять друзей ей обещали внуки. Конечно, хочется освоить, пообщаться с кем-то хочется даже в соцсетях. Есть же и одноклассники еще живые, и родственники где-то далеко живут. Теперь доступ к интернету смогут получить все жители села, хотя до этого дня он был всего 15 человек. При этом скорость соединения оставляла желать лучшего. На всех 15 было всего 2 мегабита. А сейчас мы, когда обеспечили работу вот этого оборудования, мы можем каждому подключить, каждому 2 мегабита и более, в зависимости от того, какая линия у абонента. Таким образом, на Ставрополе реализуют федеральную программу по устранению цифрового неравенства. Трехстороннее соглашение было подписано Минкомсвязи страны, правительством края и компанией Ростелеком. Было определено 136 населенных пунктов на территории Ставропольского края, которые должны в период с 2016 по 2018 год подключены к шагрополосному доступу в сеть интернет. Сюда попали населенные пункты численностью от 250 до 500. Здесь есть школа, здесь есть детский сад, здесь есть крупное сельскохозяйственное предприятие, здесь есть фермеры. Поэтому совместно с Министерством промышленности, энергетики, связи и Ростелекомом осуществили вот этот проект. В честь этого события в местном Доме культуры устроили праздничный концерт. Интернет встречали хлебом и солью. Хлеб да соль, хлеб да соль, это шипер ручни. Хлеб да соль, хлеб да соль. А после праздника местные жители поспешили домой осваивать виртуальный мир. Кстати, это лишь первый шаг по интернетизации села. В следующем году оптоволоконную линию проведут внутри населенного пункта. Это значит, что и количество абонентов увеличится, и скорость подключения значительно вырастет. Александр Григоров, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение из Андроповского района. Подробнее о том, как вообще устроена всемирная паутина, где она доступна и как к ней подключиться даже в глубинке, расскажет наш гость, заместитель министра энергетики и связи Тавропольского края Денис Сергеевич Курашов. Добрый день. Денис Сергеевич, ну сейчас очень много провайдеров, много возможностей, так скажем, выбора для клиентов. К чему подключаться? Скажите, как вообще, кто у нас проводит в крае интернет? Хороший вопрос. Ну, начнем с того, наверное, то, что доступ в сеть интернет, это является сейчас одной из приоритетных задач. Это социально ориентированное направление в политике государства. И она предразумевает под собой обеспечить всех жителей, максимально охватить всех жителей данной услугой. К сожалению, мы знаем то, что не все провайдеры, которые существуют, они заходят в сельские поселения в наши районы. Ну, во-первых, они руководствуют, первое, это своей рентабельностью, да. Поэтому, ну, где-то есть операторы в большинственных пунктах, где-то, к сожалению, их нет. Соответственно, было определено в рамках соглашения 136 населенных пунктов на территории Ставропольского края численностью от 250 до 500, где должно быть предоставлено точка доступа в сеть интернет. Вот, и сейчас идет активное строительство. По состоянию на сегодняшний день у нас уже подключено по программе уравнение цифрового неравенства порядка 45 населенных пунктов. Мы перед собой ставим показатели к концу года выйти на 70, а до конца следующего года выполнить программу после 36 населенных пунктов. То есть это полностью? Это не все населенные пункты, как я сказал ранее, это те, которые просто попали в программу. Есть у нас населенные пункты численностью свыше 500. По ним ситуацию мы недолго анализировали, но пришли к пониманию того, что, в принципе, есть технологическая возможность и к ним привести интернет. Особенность заключается в том, что в данном проекте участвуют и сами администрации. Проект называется «Подключение интернета в населенных пунктах хозяйственным способом». Что он в себя включает? В данном мероприятии участвуют как сами администрации районов, размещенные на территории администрации крестьянско-хемерских, фермерские хозяйства, частные предприниматели, которые, как говорится, с копией вместе строят линию связи. Минпром, Министерство энергетики и промышленности, здесь является координатором, привлекаем сами администрации. На сегодняшний день у нас уже 7 администраций пилотных идет. И по состоянию на сегодняшний день мы уже подключили 14 населенных пунктов. Это за какой промежуток времени? Это менее чем за полгода. Я хочу здесь отметить активную позицию администрации районов. Вот как из репортажа следовало, вчера мы были в Андроповском районе, хочется отметить администрацию Андроповского района за активную позицию жизненную по реализации данного проекта. Оператором здесь у нас выступает Ростелеком, который предоставляет волокон оптическую линию связи. А вот построение самой линии связи, участие в прокладке, здесь уже с миру по нитке все вместе. И вот таким образом, как я сказал ранее, мы уже реализовали 14 населенных пунктов. Из репортажа у нас вот сказал коллега, то что в населенный пункт перевели волокно. Вот вчера мы были в Крым-Гиреевском. Для информации, у нас скорость в данном населенном пункте увеличилась в 500 раз. Это показательно. Мы вчера, когда были в данном населенном пункте, видели благодарность людей, и школы, и жителей, которые сейчас в полном объеме начинают пользоваться услугами интернета. В школе начинают уже ученикам, школьникам преподавать информатику уже интерактивно. Это очень удобно. Плюс жители наконец-таки могут в полном объеме ощутить все преимущества интернета. Это использование портала госуслуг, получение государства муниципальных услуг. Это другие интерактивные сервисы, которые предлагаются многими организациями в сети интернет. Это удобно, и люди сейчас прекрасно понимают то, что это экономит время. Это снижает административные барьеры по взаимодействию граждан с органами власти. Вот вы сказали, что населенные пункты попадают под программу. Но что делать, допустим, представим, что я живу где-нибудь в глубинке Ставропоря, и мы не включены в эту программу. Что мне делать для того, чтобы у меня был дома интернет? Какие действия, механизмы действий подачи заявки? Или это как-то по-другому происходит? Ну, давайте по порядку. Значит, по тем населенным пунктам, где уже есть интернет, там, в принципе, да, все предельно понятно. Гражданам необходимо просто обратиться в ближайший офис Ростелеком и подать заявку на подключение. По тем населенным пунктам, где пока нет проводного интернета, там нужно ждать, как я и сказал, у нас год 18-й, который будет уже покрывать 136 населенных пунктов. Плюс сейчас мы еще занялись активно проектом по реализации указа президента по подключению лечебных заведений, заведений здравоохранения. Больницы, поликлиники? Если порядка 300, даже чуть выше, больницы, поликлиник, то, соответственно, мы дальше будем использовать существующую инфраструктуру и на ней уже развивать услуги сетей интернет для граждан населенных пунктов. Я задам вопрос, вот мне всегда было интересно, честно признаюсь, как обыватель, как проводятся все эти оптоволокна по всему краю? Ведь это огромный масштаб, это провода, это километры, сотни километров. Как происходит вот именно технический процесс проведения интернета? Технически, ну, по всей территории Ставропольского края много провайдеров, которые используют волоконно-оптические линии связи. Вот мы сейчас с ними активно работаем, смотрим, где проходят магистральные каналы, смотрим отдаленность от этих магистральных каналов населенных пунктов, проводим активную работу с администрациями, с владельцами земельных участков, под чьей территорией, возможно, необходимо будет проложить кабель. Вот таким вот образом, с миру, как говорится, по нитке сообща, мы прокладываем линию связи, подключаемся к магистральным каналам связи, таким вот образом прокладываем. Да, тут нужно быть активной оппозиции, потому что если не быть идеологом, если не проводить вот такие совместные мероприятия по обсуждению необходимости и знания инфраструктуры, то результата не будет. Но, как я сказал ранее, вот если 14 населенных пунктов мы подключили менее чем за полгода, ну, мне кажется, это неплохой старт. Да, действительно, потихонечку, но к верному курсу. Спасибо вам большое за наш с вами диалог, я надеюсь, что быстрее все люди получат связь. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Стараемся, спасибо, и пользуясь возможностью, у него такой знаменательный день для меня, потому что я тоже в прошлом военный связист, поэтому я хочу и пользуясь возможностью поздравить всех военных связистов с их профессиональным праздником, пожелать им успехов, здоровья, профессионального роста, ну, а все, кто работает в отрасли связи, потому что тоже является элементом, тоже поздравить, пожелать вам самого наилучшего, ну, а вам большое спасибо за то, что вы людям доносите информацию и активно поддерживаете. Спасибо вам, спасибо. К другим темам вначале следующая новость может показаться странной. Жители Есентуков перестали узнавать некоторые здания в городе, некоторые постройки десятки лет не видели обновлений. Оценку качества этой работы накануне дал глава региона Владимир Владимиров. Катерина Сафонова стала свидетелем. Это памятник архитектуры в Есентуках, бывшая дворянская усадьба. Уже многие годы в ней детское инфекционное отделение. Его ремонтировали по кирпичику, капитально, впервые за более чем 100 лет. Министр здравоохранения края Виктор Мажаров сегодня чуть не проехал мимо, не узнал. На фото видно, каким здание было и каким стало. Губернатор Владимир Владимиров от первого посещения тоже был под впечатлением. Я здесь был совсем сложно, тут все было сложно. Тут даже в хлорке, мне кажется, инфекции водились. А сегодня? Графские развалины? Совсем по-другому, совсем по-другому. Теперь у здания достойный вид. Осталось завести мебель, вокруг территории появился и достойный городозабор. Сейчас рабочие трудятся по соседству с палатами. Остановить полностью работу больницы никак нельзя. Стараются работать тише, чтобы не потревожить. Уже на 50% можно сказать работа сделана. На капитальный ремонт выделено 16 миллионов рублей. Нужно еще, чтобы привести в порядок и вторую часть здания, где трещины по стенам и потолку. Губернатор распорядился довести ремонт до конца. Честь и хвала строителям, потому что, не в укор будет сказано, объекты культурного наследия ремонтируются по тем же расценкам, что и простые объекты. Хотя все другие ломят тут 4 конца, 4 цены. Это очень достойно и огромное спасибо строителям. Изменились палаты, условия работы врачей и в детском стационаре, при поликлинике. Там отремонтировали почти тысячу квадратных метров площадей. Это 18 палат, 4 процедурных и приемный покой. Пациенты с мамами теперь больницу называют шикарной. Мы были почти не раз в прошлом году, где-то в марте месяце. Тут все было в плачевном состоянии, потому что полы были побитые все. Палаты без розеток. Даже элементарно чай попить, но это была целая проблема. Детей лечили, все хорошо. Но они тут лежали, падали в коридорах чуть ли не на каждом шагу. Поэтому по сравнению с тем, что было, сейчас просто шикарно. Поэтому спасибо огромное за предоставленные условия детям. Чудесный аромат пирожков разносится теперь из пищеблока. Раньше его не было. Готовили в приспособленном помещении. Теперь кухня просторная. Была страшная, безусловная. Теперь, конечно, красота. Приятно работать. На территории самой детской поликлиники есть площадка и газоны. Но все еще далеко от идеала. Трубы утепляют наспех скотчем. Требует ремонта и внешний вид. В самой детской поликлинике на это обратил внимание губернатор. И распорядился сделать здание по-настоящему ярким, детским. Для того, чтобы оно отличалось, например, от соседнего здания полиции. Всего в Ясентуках сейчас капитально ремонтируют 4 здания. Поставил губернатор сегодня и новые задачи. И вот только что губернатор нас обрадовал о том, что будут выделены дополнительные средства на завершение капитального ремонта старого взрослого корпуса. Поэтому до конца года мы нашу инфекционную больницу приведем на 100% в порядок. Есть решение о выделении нам средств на завершение инфекционной больницы и на капитальный ремонт родильного дома двух этажей. Главное распоряжение после рабочей встречи Владимира Владимирова – это сделать все, что нужно, качественно и на совесть. Чтобы после к этим объектам уже не возвращаться. Катерина Сафонова, Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Ставропольский край все чаще привлекает иностранные инвестиции. На этот раз бизнесменов из Южной Кореи. Наши потенциальные партнеры рассматривают возможность строительства в регионе мукомольного завода, а также запуск производства лапши быстрого приготовления. Деловая делегация Корейской Республики встретилась с губернатором. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества. Глава региона дал гарантии надежности возможных вложений. Если рассматривать сельхозпроизводство наше как сырьевую базу, для того, чтобы уже на основе этого делать инвестиции в переработку, то мы можем с уверенностью сказать, что в ближайший период 20-25 лет мы очень четко смотрим вперед и понимаем те планы, которые мы перед собой поставили. Питаться продуктами быстрого приготовления, конечно, часто не стоит. И только если вдруг другого выхода нет. Ну а мы надеемся, что договор между Ставропольским краем и Южной Кореей все-таки будет заключен, и это благотворно повлияет на развитие нашего региона. А я напоминаю, что сегодня пятница, 20 октября. Вечером после тяжелой рабочей недели будет прекрасный повод собраться компанией и друзей, ну или уже устроить семейный ужин. И, кстати, об ужине и о том, что же приготовить. По приятному стечению обстоятельств сегодня во всем мире свой профессиональный праздник отмечают повара и кулинары. И не случайно вновь у нас в гостях шеф-повар ресторана «Курчавиль» Виталий Гончаров. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас положу мой планшет, и мы с вами начнем готовить. Рассказывайте, что же мы будем с вами сегодня делать. Меня зовут Виталий. Мы сегодня будем готовить простой витаминный салат. Что очень полезно, кстати, очень. Что очень полезно, да. То есть для этого салата нам понадобится рукола, лист салата, кедровые орешки, фисташки, черепомидоры мы на оформление возьмем. И заправку будем делать, цитрусовая заправка будет у нас. Это на основе оливкового масла, сока апельсина и сока лимона. Ну, давайте тогда начнем. Я без перчаток, поэтому я, наверное, займусь украшением салата уже финальной его частью. Да, да, да. Все-таки я хотела бы задать вам несколько вопросов. Скажите, как вообще вы выбрали профессию повара? Я с детства любил готовить. Когда мама была на работе, я заменял ее на кухне и готовил. То есть даже не думали о том, чтобы стать каким-то другим сразу, да, с детства? Не думал, да, да, да. У меня бабушка была поваром. Я с детства работала в воинской части. Я с детства ходил с ней на работу, присутствовал при этом. Смотрели, погружались, так скажем, в будущую профессию. Да, да, да. Как вы, где вы вообще учились? Я закончил 50-е училище в 2001 году. В 2003 году я начал работать поваром. Первое мое место работы, это был кафе «Хуторок». Два года проработал в должности шеф-повара. Потом меня пригласили работать в кофейне в Барберине с самого открытия. Вот 9 лет я там отработал. В кофейне в Барберине сейчас последнее место работы – ресторанчик «Ушавель». Скажите, пожалуйста, вот у вас это была детская мечта. Ну, а что касается вот ребят, да, молодых людей, может быть, даже уже не молодых, вообще у поваров нету, да, я так понимаю, возрастных ограничений? Нету. То есть, когда захотел, тогда и стал? Ну, надо отучиться. Да, надо идти, учиться, развиваться в этом. Какие качества нужны для того, чтобы стать поваром? Ну, вот знаете, допустим… Самое главное, мне кажется, желание. Чтобы было желание, будет желание, будет все. Ну, вот говорят же… Стремление к чему-то там расти. Может быть, чувство какого-то, ну, вот, вкуса, какие-то вот определенные тонкости, которые присущи только профессии шефа, повара или вообще повара, кулинара, да? Это так же, как у экономистов. Знание математики нужно прекрасно, очень точно знать математику. Что нужно знать повара? Ну, понятно, что смешивать как ингредиенты, да, какие-то вкусовые, чтобы качество поварить. Это надо знать на дочу и санитарные нормы знать. Это тоже немаловажно в нашей профессии. В общем, важно. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, вот как повар? Все говорят, что мужчины-повара лучше, чем повара-женщины. Это вот, мне кажется, борьба, которая уже испокон веку существует. И как вы относитесь к этому утверждению? Положительно. Я согласен. Ты согласен, да? Ну, я почему-то и не сомневалась. Ну, почему же? Почему же? Ведь женщины же, как матери, да, как хранительницы очага, как постоянно готовящие люди в доме, ну, в большинстве, да, своем, если, конечно, мужья, не шеф-повара. А почему? Ну, я с вами согласен. Женщины тоже вкусно готовят. Упали у нас помидорки. Ну, ничего страшного. Я думаю, мы и без них справимся. Без них побоимся. Да. Так, лимончик, ну, все же. Да, мы вот... Почему, 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 почему такая женская дискриминация в кулинарии? Ну, говорите, как есть, как вы думаете? Мне нужен ваш честный ответ. Ну, все равно мужчины... У них больше чувства такта, какого-то присутствует? Больше, да, чувства вот этого чувства. Как что смешать, как... Как, да, что добавить. Все равно мужчины даже лучше мясо жарят, чем... Ну, с этим, ладно, я соглашусь, сама скажу, как человек, который любит мясо, уж лучше я это предоставлю мужчине. Особенно маринад, особенно шашлык. Вот сейчас очень модно стало открывать заведение, скажем так, необычной кухни. Это паназиатская кухня, уже отходят в сторону стандартные итальянские ресторанчики, французские. Что-то к чему-то необычному все стремятся. Почему такая тенденция? Это зависит от чего? От того, что, ну, как-то мировое сообщество как-то взгляды свои меняет на кухню? Или чем обоснована такая тенденция? Ну, такая тенденция обоснована, я думаю... Ну, что, ну, чем? Тем, что, наверное, рестораторы, которые, наверное, открывают, да, может быть, вы со мной не согласитесь, но скажите, да или нет. Рестораторы, которые открывают рестораны, наверное, стремятся дать своему клиенту что-то необычное, того, чего еще не было. Ну, я думаю, да, чтобы люди попробовали, ну, паназиатскую кухню, ту же самую, вот... А вы какую кухню любите? Я люблю русскую. Русскую? Да. Домашнюю, наверное, да? Дома часто готовите? Да, я готовлю, когда нахожусь на выходном. То есть в будние дни? В будние дни нет, я как бы... А любите вообще баловать домочадцев? Да. Да? Да. Как им повезло. Скажите все-таки об этом салате. Кедровые орешки, это гельс? Смотрите, лист салата мы рвем, крупно рвем, добавляем туда руколу, добавляем мелко измельченные фисташки обжаренные, очищенные, кедровые орешки обжаренные добавляем, очищенные. Заправляем мы это все оливковым маслом, соком лимона и соком апельсина. И... Ну, можно добавить туда апельсиновый сок для пикант, ну, чтобы такой цитрусовый вкус был, но сегодня я заправил лимонным соком. Вот. И оформляем помидорами черри. Ну, конечно, да, когда они под рукой. Выкладываем на тарелочку горочкой, и все, салат готов. Это легкий салатик, витаминный, потому что цитрусы. А как-то можно его еще разнообразить и что-то добавить? Допустим, может быть, курочку? Курочку? Нет, это такой, как бы, полезный салат, туда курицу лучше не добавлять. Ну что, спасибо вам огромное. Я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Настроение вот лично у меня вместе с нашим гостем поднялось однозначно. Мы и поговорили, и приготовили, да? Так, скажите, пожалуйста, чем еще можно разнообразить стол в выходные дни? Ну, вот если это, допустим, легкая какая-то встреча гостей. Легкая встреча гостей можно разнообразить всякими закусками разными, горячими закусками. Ну, в общем, то, на что хватит фантазии. То, что, да, на хватит фантазии. Ну, я надеюсь, некоторые наши телезрители сделали какие-то для себя заметки. Мы вновь вернемся к времени года, которое сейчас в самом разгаре. Осень. Погода радует, и сейчас вот та самая пора, когда воздух пропитан запахом жженых листьев. Но, к сожалению, теперь просто так жечь. Их запрещено. Можно получить штраф. В Пятигорске продолжаются рейды. Рейды власти города в очередной раз обращаются к горожанам с просьбой отправлять природный мусор на свалку, а не в костер. Жигать листья нельзя, и штраф это не самое страшное. При сгорании листвы выделяются опасные вещества. Свинец, ртуть и другие тяжелые металлы. Жителям частного сектора рекомендуется оставлять собранную в мешке листву возле домов рядом с контейнерами для мусора. Особо будительные граждане обращаются в контрольно-инспекционный отдел, и мы выезжаем по всем фактам. И в случае подтверждения все лица несут ответственность по статье 4.1 20-го краевого закона. Это предусматривает штраф от 1000 до 3000 рублей в отношении физических лиц. В отношении должностных лиц штрафы более существенные от 3 до 5 тысяч. В отношении юридических лиц, соответственно, штрафы более солидные. Прежде чем жечь листья даже на своем частном участке, подумайте, что называется, сто раз. Возможно, конечно, штраф вам не выпишут, но вот экологии вред вы нанесете. И, кстати, о дачных участках. Сейчас их активно готовят к холодному периоду. Убирают, чистят, вспахивают. Весной снова начнется посадка. А сейчас внимание всех дачников и садоводов-любителей. В эфире наша постоянная рубрика «Сажаем правильно» с Владимиром Кожевниковым. Наверняка узнаете от Владимира Ивановича что-нибудь новое для себя. Смотрим. Добрый день, красивые вы наши. Все лето нашей резине украшала наши цветники. Но сегодня она выглядит вот так, поэтому нам приходится с ним прощаться. И колиусы прекрасные украшали наши цветники, но они тоже выглядят сегодня совершенно непрезентабельно. Поэтому и с ними нам придется, конечно, распрощаться. Еще некоторые растения, такие как цинерария, находятся практически в максимуме своего декоративного эффекта. И поэтому она нас еще поукрашает, наши участки, несколько недель. Но все равно зима наступит. И уйдут эти прекрасные петунии, и наступит холода. Но после нашей зимы, естественно, придет весна. И если мы сегодня не позаботимся о том, что наступит весна, и нам необходимо будет опять иметь красивые клумбы, они не будут таковыми. Поэтому нам необходимо сегодня вспомнить о том, что у нас есть такие чудные растения, как луковичные, а именно тюльпаны, крокусы. И раз уж мы их в этом году посадим вовремя и так, как нужно, то, конечно же, они в течение осени дадут укореняться, укрепятся в почве, хорошо перезимуют, заложив цветковые почки. И как только сойдет снег, они будут украшать наши участки. Но это произойдет при том условии, если мы все правильно сделаем. Необходимо знать несколько нюансов для того, чтобы все это произошло правильно. Итак, не выбирайте слишком крупных луковиц. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, они все равно дадут всего лишь на все один цветок. То есть первый разбор для наших цветников вполне достаточный. Но, опять же, исходя из наших экономических возможностей, можно купить большое количество луковиц. И тогда необходимо высаживать их на расстоянии не более 10 сантиметров друг от друга. И получится весной плотный-плотный цветник, забитый растениями. Если же у вас нет большого количества средств, то необходимо купить растения так, чтобы посадить их друг от друга на расстоянии 20-30 сантиметров одним рядочком или несколькими рядочками. И они все равно украсят ваш участок. Но такой момент, вот если вы берете вот такую луковицу, то такой принцип существует посадки на глубину пятикратную размеру луковицы. То есть, если она 2 сантиметра, значит, необходимо сажать на глубину 10 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы не замерзла эта луковица, и для того, чтобы растение, которое появится весной, не упало под воздействием ветра и непогоды. Потому что весной почва все равно у нас влажная, потому что корни у тюльпанов все равно не мощные. Они будут сантиметров на 5-7, и они не очень прочно будут держать наше растение. Поэтому, подчеркиваю, высаживать ее на глубину пятикратную размеру нашей луковицы. Ну вот мы выбрали уже участочек, где мы убрали однолетние растения, выкапываем вот такую вот ямочку и высаживаем нашу луковицу. Таким же образом повторяем и дальше, и мы получим уже наверняка в этом году всходы, вернее, в следующем году всходы совершенно замечательные. И что хочется сказать, что на комбинацию различных окрасок или растений луковичных различных, будь то тюльпаны, или будь то крокусы. Как вы пожелаете у себя, так и будет. Не думайте, что для этого необходимо очень высокое дизайнерское образование. Вы сажаете для себя так, как вам нравится, так вы высаживаете. Поэтому вы сами творцы своей красоты. Творите и дальше. До свидания. А теперь еще одна наша традиционная рубрика от улыбки. Расскажем о секретах современной стоматологии, узнаем, как правильно ухаживать за своими зубами, а еще сколько щетинок на ваших зубных щетках и почему это важно знать. А вот станет ли от вашей улыбки светлее мир, зависит только от вас. Всем привет! Это рубрика от улыбки. И тема сегодня, а правильно ли вы чистите зубы. И начать я решила со своих коллег и проверить их знания на практике. Друзья, привет! А помогите-ка мне почистить зубы Геннадию. Я чищу плохо зубы, потому что мне лень делать это правильно. Но я знаю, что нужно по направлению зубов вычищать остатки пищи между ними, и с внутренней стороны, и с внешней. То же самое с верхней челюстью. Со всех сторон чуть-чуть. И не только, как сказал Илья, с внешней, с внутренней, но и с верхней. Вообще стоматологи советуют, что вот до боли. Один стоматолог мне сказал, что если кровь не пошла, значит, вы плохо почистили зубы. Не знаю, так ли это, верно или нет, вы, наверное, сами нам расскажете. Как ни странно, но большинство людей неправильно очистят зубы. И вот сегодня мы поговорим об этом. Начнем с щетки. На рынке у нас большое количество в продаже щеток, и люди бывают в замешательстве и не знают, какую щетку выбрать. И многие думают, что чем жестче щетка, тем лучше она ощущает поверхность зуба. На самом деле нет. Самая эффективная щетка – это, значит, самая мягкая. К примеру, я хочу вам показать. Это обычная щетка. Здесь у нас около 500 щетинок. А это у нас щетка, которая имеет 5460 щетинок. То есть она супер мягкая, она средней жесткости. И так вот, мягкая щетка, она намного эффективнее вычищает зубы, чем жесткая. Зубные щетки, зубные нити, ёршики для зубов и даже скребок для языка. Давайте разберемся, как все это правильно использовать. Давайте начнем с самого простого. Как правильно чистить зубы? Ноги делают ошибку. Они чистят его горизонтально. Таким образом, мы повреждаем край эмали и край десны. Правильные движения должны быть выметающие. То есть начиная с края десны и выметающими движениями проходить по всей поверхности зуба. Также с внутренней стороны выметающие движения. И то же самое внизу. Жевательные поверхности зубов можно обратно поступательными движениями пройтись. Ну и в конце круговыми движениями завершить процесс чистки зубов. С обычной зубной щеткой я знакомы все. Ну а эту штуку не все знают. Я сейчас познакомлюсь с ним. Это у нас моно-пучковая щетка. Она также предназначена для чистки зубов. Просто у нее маленькие щетины и сама по себе она маленькая. И таким образом она достигает такие участки, в которые обычная щетка не может добраться. Чистим мы так же практически, как и обычная щетка, но делаем больше круговые движения. Круговыми движениями мы попадаем вообще в промежутки между зубов. И вычищаем весь налет на зубах. Казалось бы, все почистили. А нет, зубная щетка очищает около 40% поверхности зуба. И тут на помощь приходит зубная нить. А чтобы показать, как правильно использовать зубную нить, мне нужна будет помощь ассистента. Ассистент, открывайте ротки на один. И мы наматываем на средний палец зубной нить. Многие делают ошибки, наматывают на указательный палец. Также на другой палец. Также на средний палец. И мы держим указательно и большим пальцем. И управляем нить. Вводим его аккуратно по стеночке зуба. И слегка, докасаясь до весны, обратно выводим также по стеночке зуба. Потом туда же, только уже касаясь другой стенки зуба. Тоже обратно выводим. И еще одно средство для чистки зубов. Это у нас ёршик. Он также предназначен для междунового промежута. Также как и нить. Но она более эффективно вычищает. А также ее часто используют, когда человек носит брекет-систему. Еще одна вещь, про которую, скорее всего, мы не слышали. Это скребок для языка. Он предназначен для чистки, получается, налета на языке. У нас на языке также скапливается налет крови на зубах. Многие удаляют этот налет с помощью обычных зубных щеток на обратной стороне, в которых имеются специальные чистки для этого. На самом деле она не совсем эффективна. И для этого существует отдельный специальный скребок. Такой качественный уход за зубами нужен для того, чтобы удалять налет, который, в свою очередь, часто становится причиной развития кариеса. Потратить на чистку зубов целых 15 минут, скажете вы? А теперь признайтесь, сколько вы проводите в соцсетях? Час, два, три? Так, может быть, потратить это время с пользой? Это была рубрика «От улыбки». Мы с Геннадием с вами прощаемся. Пока-пока! Как дела? Хорошо. Зубки чистил сегодня? Чистил. Молодец. Ты тоже. Для того, чтобы ваша улыбка действительно была прекрасной, обязательно нужно ухаживать за зубами, ну и, конечно же, потом уже завоевывать мир. Мы продолжаем программу «Полдень». Работаем в прямом эфире. Меня зовут Александра Бакалюк. Вы когда-нибудь мечтали побывать в гостинице на дереве или же, возможно, даже попробовать еду из аэробаллончика. Ну или было бы неплохо, чтобы появился единый курортный портал. Правда? И все это возможно. В Ставрополе подвели итоги первого в регионе форсет-кэмпа. Это некий мозговой штурм в уникальном формате. Лидеры различных направлений создавали интересные проекты и определяли образ будущего Ставропольского края до 2035 года, презентуя свои идеи. Какой станет жизнь через 18 лет, Анастасия Ивановская расскажет. О будущем по-новому меньше месяца прошло после закрытия самой масштабной в крае фабрики идей. Форсайт-кэмп – площадка бизнеса, власти, науки, культуры и молодежи. Чего удалось добиться за время проекта. Итоги презентовали общественности. Среди них цифровая платформа КМВ Клик, разработка опытного интернет-редактора Алексея. Новый портал – это не просто система интернет-бронирования санатория или отеля, а цифровая платформа по подбору индивидуального лечения. В акценте именно на медицинских сторонах лечения, чтобы либо по диагнозу, либо по каким-то там медицинским данным. Ставропольским здравницам давно пора идти в интернет. Это подтверждает и диалог главы курортного Железноводска с коллегой из Хабаровска. Взрывает браузер, начинает вбивать курорт, каменвод – нет. Где отдохнуть – нет. Отдохнуть на выходных – нет. Там колывары, Турция и так далее. И он говорит, вот смотрите, все великие идеи, ваши великие идеи закончились вот здесь. К вам не поеду. Сделайте так, чтобы было очень просто сделать вот это. Куда, как, зачем, где покушать, как проехать. И люди будут. Молекулярная кухня и еда из баллончиков. Автономные фермы и новые виды энергии. Этнодеревня с горнолыжным курортом и гостиницей на деревьях. 190 участников форсайт-кэмпа за пять дней в режиме закрытого лагеря сгенерировали 21 проект будущего. Задумки были до этого. Но так, чтобы структурировать этот весь полностью проект и посмотреть на него с другой стороны, конечно же, мы сами, наверное, не могли. А вот с помощью форсайда мы на это взглянули по-новому. И вполне возможно, что есть жизнь у этого проекта. Построили участники и образ будущего всего региона. Ставрополье 2035. Это комфортная территория для жизни и здоровья. С развитым человеческим капиталом и свободным предпринимательством. Здесь живут три миллиона счастливых людей. 30 тысяч новых бизнесменов. Действует более 10 тысяч автономных ферм. Ежегодный туристический поток до 6 миллионов человек. Ставрополец ориентируется на бережное отношение к себе, выбирает здоровое питание и непрерывно обучается. Идея форсайт-кэмпа – это не догадаться о том, каким будет наше будущее, а сформулировать, каким мы его хотим видеть. Мы должны сначала его придумать себе, а потом сделать все, чтобы оно состоялось. А чтобы состоялось, нужна поддержка властей. Организаторы кэмпа вместе с краевым Минеком прорабатывают возможность включения некоторых элементов в стратегию развития Ставропольского края. А к самим участникам форсайта присмотрятся поближе. Среди других важных новых стратегических кадровых технологий, может быть, это как раз вырвется вперед. И мы действительно примем ее на вооружение. И будем работать не только на уровне оси, на уровне края, но, может быть, и на уровне муниципалитета. Самореализация – здоровый образ жизни и образование. Эти ценности должны стать основными для жителя Ставропольского края через 18 лет. И это не фантастика. Менять край к лучшему начали уже сейчас. Анастасия Ивановская, Николай Попов, Ставропольское телевидение. Мы продолжаем. Сегодня появилась информация о том, что Минфин разработает единый механизм определения минимальных розничных цен на алкогольные напитки. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Александра Хлопонина. О том, что еще происходит в мире экономики, расскажет моя коллега Марина Кулешова. Я передаю ей слово. Марина. Добрый день, спасибо. И вот какие новости экономики я подготовила на сегодня. Две с половиной тысячи за непропущенного пешехода. Госдума приняла соответствующий законопроект. Россия стала 14-й в числе крупнейших держателей ценных бумаг США. Фамилии самых злостных неплательщиков по микрокредитам выявило статистическое исследование. В будущем году ПНС проиндексирует на 3,7%, что выше ожидаемой инфляции по итогам этого года. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Ведомцы полагают, что инфляция составит 3,2%. Таким образом, разница будет всего 0,5%. Антон Силуанов отметил, что индексацию пенсии ранее проводили по более высокому уровню, чем фактическая инфляция. Исключение составило один год, добавил он. Так, в прошлом году пенсии проиндексировали только на 4%, а фактическая инфляция за 2015 год была 12,9%. При этом доиндексацию 8,9% заменили на единовременную выплату в размере 5000 рублей. В третьем окончательном чтении Госдума приняла законопроект, который увеличивает штраф за непропуск пешехода с 1500 до 2500 рублей. Первое чтение прошел еще весной этого года, но до начала депутатских каникул согласован не был. Законотворцы ссылаются на неэффективность действующей нормы, что подтверждается ростом количества административных дел. В 2016 году выписано 1,8 миллиона штрафов за непропуск пешехода, тогда как годом ранее лишь 1,6 миллиона. Штраф за это нарушение увеличился неоднократно. До 2008 года он составлял символически 100 рублей, затем возрос до 800 тысяч рублей, а с сентября 2013 года до 1500. При этом введение штрафа и регулярные рейды ГИБДД радикально изменили отношение водителей к пешеходным переходам. Пересекать проезжую часть стало значительно проще. Россия стала 14-й в числе крупнейших держателей ценных бумаг США. В августе наша страна увеличила на 2,3 миллиарда долларов свои вложения в казначейские ценные бумаги Соединенных Штатов по сравнению с июлем этого года. И теперь их общая стоимость в портфеле России выросла до 105 миллиардов долларов. Такие цифры приводит Министерство финансов США. Россия пока не вошла в десятку крупнейших держателей американского долга, занимает 14-е место. Лидирует Китай с вложениями. В 1,2 триллиона долларов далее идет Япония с 1,1 триллиона. И с большим отрывом от первой двойки следует Ирландия. На Ставрополье прибудет делегация южнокорейской компании производителя продуктов, сообщает Министерство экономического развития края. Пищевой переработчик из Южной Кореи ищет площадки для инвестирования на территории России. Возможно, таким регионом станет Ставропольский край. Делегации компании покажут работающие в регионе индустриальные парки, а также ознакомят с мерами поддержки инвесторов. Южнокорейская компания Сам Янг Фудс известна как производитель традиционной корейской лапши, снеков, а также переработчик молока и производитель сыров. Граждане России с фамилиями Орловы, Кузьмины и Виноградовы оказались самыми злостными неплательщиками по микрокредитам. Об этом говорит статистическое исследование, проведенное компанией «Домашние деньги». Оказывается, что организации, предоставляющие микрозаймы, ориентируются не только на такие объективные показатели, как уровень заработной платы и кредитная история, но и на фамилии заемщиков. Однако последнее происходит только если на определенную фамилию приходится свыше 200 договоров. Чаще всего микрокредиты склонны брать люди с фамилиями Михайловы, Кузнецовы, Ивановы, Поповы, Смирновы, Васильевы, Федоровы, Петровы, Новиковой и Соколовы. Наиболее ответственными заемщиками считаются Алексеевы, Макаровой и Киселевы. Также интересная динамика просматривается в соотношении полов при взятии микрокредита. В исследовании отмечается, что женщины берут их чаще мужчин, зато в срок выполняют взятые на себя обязательства. И в завершение курса валют на сегодня. И на этом у меня все. Передаю слово ведущему программы. Я вновь говорю о великолепной погоде, о которой, ну, возможно, просто невозможно не говорить. Она будет в крае длиться, ну, приблизительно, как говорят синоптики, на выходных точно. И, к сожалению, ну, к сожалению, великому этого не избежать. Скоро холода, она закончится. Но о том, что будет точно, мы узнаем в прогнозе погоды, которая будет прямо сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Полдень в пятницу на своем продолжается. И для тех, кто вечером останется дома, советую выбрать на своем телевизоре 21 канал и включить свое ТВ. Вот что мы покажем после окончания последнего рабочего дня этой недели. В 19.30 мои коллеги из информационной службы расскажут о событиях дня. Антон Киевский проинспектирует дороги курортного города Кисловодск в 20.15. А кто он? Второй самый опасный человек вы узнаете, посмотрев очередную кинопремьеру ровно в 9 вечера. Приятного вам просмотра. Наша программа подходит к концу и по традиции завершать мы ее будем песнями и необычными. Нашими пятничными гостями стал ансамбль терских казаков «Наследие» под руководством Ларисы Николаевны Дегтевой. Здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше настроение? Замечательное. Вы к нам пришли с песнями, но прежде чем вы споете, я должна у вас спросить, как давно вы существуете? Ансамбль существует с 2010 года. Организовали его при МБУК ЦДК «Октябрь». Идейным вдохновителем коллектива стал Борис Виктор Чистяков. Он меня пригласил к себе на беседу и предложил создать молодежный коллектив. Мы с ним пообщались, выработали определенную какую-то твою позицию по этому коллективу и решили создавать. Да, решили создавать. И остановились на том, что мы будем создавать молодежный коллектив, который будет ориентирован на пение терских песен. Терских и ставропольских. То есть узко такой направленный коллектив. Мы поем фольклор только Ставропольского края и терский фольклор. Ведь его же сложно подбирать, но это очень редкий фольклор именно терских казаков. Каким образом? Да, это сложный фольклор, редкий фольклор. Для этого мы изучали записи, которые есть и в интернете, есть экспедиционные записи. Слушали их, вот я их шифровала, делала аранжировки и после этого начинали учить эти песни в ансамбле. Вы сказали, что коллектив молодежный. Молодежный. Он и был молодежным, остается и всегда будет. И будет молодежным. Какой возрастной порог? От 17 до 25 лет. А как к вам приходят? Вот это исключительно действительно терские казаки? Или же кто хочет может к вам прийти и погрузиться в это творчество и в этот фольклор? Дело в том, что терский фольклор действительно очень сложный. И человек с улицы неподготовленный, вряд ли споет. Поэтому мы ориентировались на выпускников и студентов Ставропольского колледжа искусств. Это наши выпускники, я работаю в колледже преподавателем, и наши студенты. Вы ездите куда-то с концертами? Ну это наверняка, я уверена. Ездим с концертами. Мы за 7 лет проехали не только Ставропольский край. Мы выступали в Москве, мы выступали в Курске, мы выступали в Ростове. Достаточно много мы ездили по стране даже. И самое главное, что мы заняли очень много почетных призовых мест в конкурсах. Каких, на ваш взгляд, самые такие значимые для вас? Для нас самый значимый был первый конкурс, который мы выиграли в Москве. Всероссийский конкурс «Русское поле». Второй он был по счету. И мы заняли там первое место среди профессиональных коллективов за исполнение песни. Это был первый из нас серьезный профессиональный конкурс. И дважды мы выступали на конкурсе «Казачья станица Москва». Первый раз мы просто выступали в качестве гостей. А в этом году, 27 августа, мы были в Москве на этом фестивале, конкурсе. И среди профессиональных коллективов, не будучи профессиональным коллективом по существу, мы стали лауреатами. Поздравляю! Это очень здорово для Ставрополя иметь таких творческих коллективов. 62 коллектива принимали участие в этом конкурсе. Профессиональных коллективов. Нас обошли два государственных коллектива. Мы третье место заняли. Здорово. Вы сказали, что именно терский фольклор, он очень сложный. Да. Как вы подходите к постановкам своих программ? Как вы подбираете репертуар? Или же это уже как-то вот внегласно получается? Дело в том, что я 20 лет проработала главным хормистером Оренбургского хора в свое время. И для меня подбор репертуара – это не проблема. Я знаю, как подбирать репертуар, как выстраивать программы, как создавать номера. То есть все, что мы поем – это мои аранжировки, мои постановки с хореографами. Мы смотрим и решаем, как поставить номера. Не могу не спросить в планах на ближайшие, скажем так, ну не будем далеко, ну до конца года. Куда хотите поехать? Ну, пока мы никуда не едем, пока у нас сейчас идет репетиционный период. А ближайшие планы 18 ноября в мире, да? На Доме культуры Мир, Сирова 420, у нас состоится концерт, сольный концерт в 2 часа дня, стоимость которого составляет 100 рублей, да? Билет. Билет чисто символическая, 100 рублей цена. Поэтому приглашаем всех любителей терских песен к нам на концерт 18 ноября в 2 часа дня. Спасибо большое. Ну что же, я теперь попрошу вас все-таки спеть. Падуй, падуй, буйный ветер спадары. Сорви, сорви, черну шляпу с головы. Ой-ли-ли, ой-ли-ли, ой-ли-лю-люшки. Сорви, сорви, черну шляпу с головы. А в ворота там талечка стояла, А на ванне черну шляпу подала. Ой-ли-ли, ой-ли-лю-люшки. А на ванне черну шляпу подала. А на ванне черну шляпу подала. Привдарила летучего соловья. Ля-ли-ли, ой-ли-лю-люшки. Привдарила летучего соловья. Привдарила летучего соловья. Ля-ти, ля-ти, мой соловьюшка. Ой-ли-ли, ой-ли-лю-люшки. Ля-ти, ля-ти, мой соловьюшка. Ля-ти, ля-ти, мой соловьюшка. Ля-ти, ля-ти, да всю правду расскажи. Ой-ли-ли, ой-ли-лю-люшки. Ля-ти, ля-ти, да всю правду расскажи. А можно еще? Ну, правда, очень красиво. Полный состав, вот вы меня немножко... Мы понимаем, но нашим телезрителям... У нас подарили на 12 человек. Ух ты! Ну, к сожалению, судья не вместила бы столько. Я попрошу вас еще что-нибудь. Маленькое, коротенькое, а напоследок. Были на Терских казаков, по морю было Хвалынскому. Ай, как по морю Что-то было я По морю Шкуды Гавы Горю Сия Горя Пришло время прощаться. Я желаю вам отличной пятницы. Не менее прекрасных выходных. Мы работали для вас в прямом эфире. С вами была Александра Бакалюк. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»